Кулан-хан Баягантайский. Родился в 1968 году в Мегинском наследии Мегина-Кангаласского луса. Якутский шаман Алгысчит – духовный наставник. Мастерски играет на хамусе, запевает асохой, проводит алгысы, камлане, духовные семинары. Исполняет и импровизирует тоюк. Потомственный якутский аюн, получивший благословление от великого эвенкийского шамана Савея. Кулан-хан – один из 13 шаманов Международного фестиваля «Зов 13 шаманов». С 2007 года Кулан много путешествует. Проводил обряды и духовные учения не только в регионах России, но и за рубежом – в Индии, Тибете, Германии, Англии, Финляндии, Исландии, Израиле, Турции, Монголии, Японии и других странах. Кулан – автор многих книг на якутском языке. На русском языке издана книга «Пусть просыпается шаман». Очень рада вас видеть, Кулан. Добрый день. Добрый день. Я бы хотела с вами поговорить о том, что происходит сегодня в нашем мире. Вообще все сейчас говорят о какой-то новой матрице, говорят о новой реальности. Да, реальность, она меняется с каждым днём, с тем, что человек растёт, с тем, что происходит в мире, как она на нас влияет, да. Но стоит ли подстраиваться, меняться, либо всё-таки сохранить вот это всё своё природное начало? И как вообще принимать вот этот новый мир? Ну, мир всегда меняется. Не было ещё такого времени, когда мир не менялся, потому что приходят новые люди со своими взглядами на жизнь. Пусть это не режет слух, пусть это будет каким-то обыденным, таким обычным явлением. И то, что касается нашего времени, мир никогда не жил в таком мире. Потому что вот то, что сейчас, это технологии цифровые, то, что поток информации, то, что движение всё время ускоряется, и человек вынужден адаптироваться этому. Человек должен как-то найти себя, вот найти, как бы сказали, найти свою точку опоры. И это, конечно, сложно. Это очень сложно. Да. Если представить наших предков, даже если вот на российском уровне, на мировом уровне, если посмотреть, да, во всём этом пространстве, то, если взять XIX век, конец XIX века, там XVIII век, там была более-менее размерная жизнь. В том смысле, что человеку надо было вот повседневной жизнью больше заниматься. И было меньше такой вот потребности думать, обдумывать свои действия. То, что было вот годами нажито, то, что должен был человек делать, вот это он делал. Если представить наших предков, которые жили в своих халасах, естественно, было очень сложное в физическом, материальном смысле жизнь. Но в психологическом смысле человек, вот ту информацию, которую мы слышим сейчас за один день, он, может быть, эту информацию слышал, воспринимал за всю свою жизнь. В этом смысле было намного легче. И нам сейчас приходится жить вот в этой рутине и приспосабливаться. И тут есть такое явление. Если внешнее начинает тебя вовлекать, и внешнее, если начинает диктовать тебе условия жизни, тогда ты проигрыш. Интересно. Потому что у тебя мы, почему последнее время, все время говорим про внутреннее устойчивое состояние, про принятие больше говорим. Потому что чем больше воздействия на человека, тем он устойчивее и должен быть. Как-то более спокойно, более... Тут есть, конечно, возрастные какие-то особенности. Потому что в молодости, естественно, человек гоняется за внешним. Ему надо бегать, ему надо чего-то достигать, постигать. А потом приходит время, когда ты все это познал, когда ты все это знаешь, и ты успокаиваешься. Бывает так, что человек уже 50 лет работает в одной организации, и каждый раз волнуется, когда что-то новое приходит. Но поскольку человек уже 50 лет все это знает, с возрастом должно приходить принять, больше принять. А у нас в обществе, насколько это видно, наоборот. С возрастом человек все больше и больше напрягается. И вот мы тут обретаем какое-то качество, которое определяется таким словосочетанием. Не бояться бояться. Вот как раз с предыдущим героем, здесь гостил документалист, мы с ним говорили об этом, то, что если тебе страшно умереть, то не бойся жить. Живи ярко, интересно. С одной стороны, это как бы хорошо. То, что как раз именно в такое переходное состояние люди стали больше учиться, больше что-то узнавать, вышли как бы из привычного состояния. Кто-то начинает петь, кто-то начинает писать стихи. Понимание приходит. А с другой стороны, это же действие от чувства неуверенности, когда ты не чувствуешь вот эту опору. Он всегда хочет структуры. Он хочет всегда определенно сказать, вот так вот правильно. С этой стороны мы видим какие-то вот эти негативные стороны. Если посмотреть с этой стороны, мы видим позитивные стороны. И все двояко. И нам на самом деле нечего выбирать, потому что жизнь, она идет. И мы в этой жизни живем. И беда сейчас наша в основном от того, что каждый свой шаг мы анализируем. Вот, да. Почему анализируем? Потому что хотим быть лучше. Почему хотим быть лучше? Потому что нас все время, с самых малых лет, оценивали. И где-то в нашем подсознании сидит, что сейчас вот любое мое действие, оно подвергнется к оценке. И где-то сидит страх у человека. Есть чувства и есть вот интеллект. Интеллект – это хорошо, это божественное наше начало. Можно так сказать. Это разум. Это то, что идет от высшего сознания. Вообще, ну, от сознания идет, да? Общего, огромного. И есть животное наше начало. Это тело. И чем больше уходим мы в сознание, бывает так, что мы оставляем наше тело. Вот на уровне интеллекта мы сейчас можем запросто превзойти и Христа, и Будду. На уровне интеллекта. Если они зайдут сюда, на эту студию, то запросто мы им можем рассказать про психосоматику, про чакры, про какие-то просветления, про которые они вообще и знать не знали, и слышать не слышали. А то, что касается состояний, да, мы будем сотни раз ниже их состояния. У них будет совершенно иное состояние. На уровне чувств, на уровне восприятия этой жизни. Хорошо. А всем ли надо дойти до такого состояния? Ведь жили же как-то хорошо. Есть такое понятие, как качество жизни. И чем определяется это качество жизни? Западный человек скажет материального обеспечения или успешностью человека. Насколько он успешен в этом обществе, чего он достиг, насколько его знают. Либо же, насколько он богат, сколько стран он объездил. Вот это вот как будто мерило, да? Или там, ну, сколько у него детей, какая у него семья, там, какие-то внешние ценности. А на самом деле, качество жизни – это наше восприятие. Он и не зависит, на самом деле, от внешнего. Но человеку же надо было чем-то оценивать это. И человек вот прибег к такому… А человек сам придумал это мерило? Да, сам придумал. Я говорю про искусственные ценности, которые человек придумал. Искусственные, совершенно искусственные ценности, которые на самом деле не дают никакой поддержки, а наоборот, отнимают у человека силу. А как влиять тогда? А как? Если везде трубят о достигаторстве, везде подмечают людей, которые больше двигаются, больше достигают. Тут опять же мы не говорим о том, что этого не должно быть. Просто должен быть иной подход к этому. Если человек, допустим, занимается бизнесом от своего азарта, а не ради того, чтобы состояться в чьих-то глазах, кому-то доказать. Просто-напросто человек занимается бизнесом, потому что это ему нравится. Это совершенно иной подход. У него нет такого искусственного эго, которое подпитывается его достижениями. Если человек в этом мире начинает находить опору в чём-то во внешнем, будь даже это его ребёнок, будь это её муж или его жена, то природа, у природы есть такой закон, она отбирает эту опору. Почему? Потому что рода хочет, чтобы мы обрели силу, внутреннюю силу, находили саму себя. Хорошо, Кулан. А когда вы сами почувствовали вот эту силу? В какой момент? Я не могу сказать, что вот именно конкретно чувствую эту силу. Может быть, чем дальше ты идёшь, тем меньше у тебя чувствования, что ты чувствуешь какую-то силу. Потому что понятие сила, оно совершенно меняется. С годами понятие сила, оно как-то превращается в принятие. Ну, как-то больше нужно тебе принимать. Если раньше надо было действовать, как-то быстро решить задачу, выйти из какого-то обстоятельства быстренько, с помощью ума, решить задачу, то сейчас больше надо себя познать именно внутри этого обстоятельства. больше проживать, больше чувствовать. И только там ты видишь, естественно, на то, что называется силой, может быть, да? Человек до 49 лет вот так вот расцветает, потом после 49 лет начинает угасать. Потихоньку-потихоньку. Не по щелчку быстро, а потихоньку-потихоньку начинает угасать. Обратный счёт. Обратный счёт идёт. И там открывается духовная сила. До 49 лет человеку дают познать его силу, его сноровку, дают этому привыкнуть. А потом начинает потихоньку-потихоньку, курпинку за курпинкой забирать это всё. И потом в самом конце приходит смерть. Если человек за это время не обрёл веру, но вера — это не самообман, что, мол, там какая-то жизнь будет, наши предки никогда не задумывались о том, что будет после смерти. Никогда не выдумывали какую-то религию по поводу того, что после смерти у нас там вторая жизнь, третья жизнь, или там рай, ад. Нет. Такого нет у нас. У нас есть о том, что есть смерть. И это есть. Это не участь, а это твоя доля. Вот так и переводится слово «элю». Это твоя доля. И она неизбежна будет. Естественно, будет. Но если не воспринимать это как финал? Это не финал. Естественно, это не финал. Это и есть вера. Это и есть вера, что я любим природой. Я любим тем, что есть, то, что меня зародило. И не может быть такого, чтобы всё полностью исчезло. Но то, что там будет, я узнаю только тогда, когда я туда перейду. И это тоже очень интересно, как опыт. Это главный страх людей, которые обращаются к вам? Нет. Какой самый главный страх? Люди больше боятся жизни, нежели смерти. боятся ошибиться, боятся за своих близких, потому что очень много боли в теле. То, что называется телом боли внутри людей. 20-й век, он был очень таким емким для зарождения болей. И это передаётся от тела к телу. Наше тело не новое. Это продолжение тех тел, которые жили до нас. От их информации зародилось наше тело. И поскольку мы продолжение этих тел, в нас есть вот это тело боли. И вот такие моменты, когда в мире происходят разные ситуации политические, это тело боли очень сильно раскрывается. Вот это зарождает страх. Иногда непонятный страх. Просто страх. Он есть и всё. И поскольку человек в своей жизни с этим страхом ещё не встречался, его ум не может распознать этот страх. Почему я боюсь? Почему мне так плохо? А зачем пытаться понять тогда? Если мысль ясна... Не надо пытаться понять, надо научиться проживать. Мне кажется, это самое верное, что может быть человеком. Научиться проживать, тем самым расширяя свои возможности. Клан, ну вы также говорите то, что да, всё идёт от ума, и что человек может выдержать всё. Вы даже в одном из социальных сетей показывали то, что ваше тело выдерживает морозы, голодали. Сколько длился ваш эксперимент? Ну, голодал я 21 день. А так практикую, купаюсь в холодной воде всю зиму, уже который год, я не знаю. И тут, естественно, человек, он не безграничен. Природа нам дала как раз вот эти комфортные условия для жизни. Наш же мороз не достигает 70 градусов. За 70 градусов, естественно, такой мороз, который вряд ли кто выдержит. Потому что тело, оно смертное, оно ограничено всё равно, как бы мы ни говорили. Но всё равно, любой йог, он когда-то умрёт. Всё равно его тело умрёт. А как они сами говорят, дух его останется. Я наблюдаю за своим восприятием. Есть такая часть человека, которая называется подсознание. И подсознание держит очень много страхов. Почему люди, некоторые люди бывают очень спокойны, даже когда какие-то сложные обстоятельства, они остаются спокойными. Хотя они нигде не учились вот этим каким-то духовным практикам. Они просто от природы сами спокойны. Потому что в их подсознании мало боли, мало страхов. И подсознание не начинает дёргать их, когда какая-то опасность. Естественно, страх есть всегда. Другое дело, как человек воспринимает этот страх. Вы учитесь управлять тогда этими... Управлять невозможно, можно принимать, пропускать этот страх. Большинство людей подавляет свой страх. И этот страх превращается в агрессию, в разрушительную силу. Хорошо. Вернёмся к вашему эксперименту. Вы доводите себя до состояния страха, когда вы начинаете... И когда подсознание начинает бояться, метаться по сторонам, это очень сложные моменты. Это очень сложные моменты, когда ум тоже начинает паниковать. Если только ты в доверии, тогда ты можешь оставаться спокойно внутренне. И наши морозы как раз самое то, самое оптимальное. Про ментальность, про культурный код. Когда сталкиваешься с разными культурами, с разными традициями, ты начинаешь понимать и свой народ. Да, естественно. Что бы обнаружили, находясь вдалеке, какой он народ Якутии? Самое главное как качество – это терпение. Люди терпеливы, очень терпеливы. Но иногда это, опять же, работает в обратном направлении. Когда человек очень терпелив, к нему может прийти очень много сложностей, трудностей жизни. Потому что не терпением, а принятием человек должен проходить трудности. И тогда у природы нет никакого замысла наказывать человека. Природа всегда хочет, чтобы мы были сильны. Совершенствовались. Именно в силе принятия, в силе восприятия. Как вы определите тогда вот это слово принятие, терпение? Оно же визуально одинаково будет, да? Человек сидит, он терпит, да? Или принимает? Как это будет? Надо показать. Да? Вот покажите. В том смысле, когда, допустим, делает больно человеку, когда человек терпит, это сразу видно, он напрягается, он сопротивляется. Он ждет, когда все это кончится. А когда человек принимает, то он, наоборот, сдается, наоборот, расслабляется. Потому что вот эта сила, она ушла. Сопротивление. Что касается молодежи. Сейчас наступило время выбора. Очень много выбора. Молодежь потери, да? Вроде как бы и тоже вот два сценария, да? Все хорошо, все для них, да? И цифровые технологии, какие-то новейшие там разработки. Очень много работы, да? Для студентов раньше в наше время не было, да? Вот подработок, возможность заработать. У них как бы все под рукой, да? И информация такая же идет из диджитал, да, интернета. Как заработать, да? Посмотри на вещи и придумать какой-то интересный кейс. И в этом многообразии человек теряется. Что вы посоветуете? Наверняка с таким запросом тоже обращается, да? Здесь я вижу такой замысел природы. Очень мудрый замысел природы. Потому что когда-то это все надоест. И человек все равно будет обращаться к самому себе. Ум привередлив. Ум. У ума, естественно, у сознания очень много качеств. И внешний ум, который там оценивает, выбирает, боится неправильно выбрать, боится поражения. Вот это часть ума. Она всегда боится. И за этим страхом стоит сомнение. А правильно ли я выбрал? А правильно я и сделал. Опять же мы видим свое внутреннее качество. Уверенность. Уверенность – это качество человека. Уверенность – это не ум. Ум уверен всегда до поры до времени. Только в том пространстве, где он чего-то знает. В том пространстве, где он ничего не ведает. Он говорит, извините, я отойду. И тут открывается чувство. И вот этот шаг природы, да? Вот эти технологии, вот это то, что происходит сейчас молодежью. Это обязательно вернет вот эту молодежь, вот этих людей к чувствам. В какой-то момент они вдруг поймут, что есть чувство. Если поймут. Поймут, естественно, поймут. Может, через поколение, может, через два поколения. Потому что у природы же свой ритм. Это мы торопимся. А природа, она очень жесткая. Она никогда не нянчится с нами. Природа вообще, она жесткая. Она говорит, это твои проблемы. Научись жить с этим. Научись, просто научись. Человек говорит, я не могу. Меня не учили. Ну тогда помирай, подыхай. Какие проблемы? О том, что у природы нет смерти, как таковой. Просто есть цикл. Говоря о природе, вы что подразумеваете? Это то, что само свой воссоздается. То, что окружает нас. Это сила. Огромная, мощная сила. Которая сама себя воссоздает все время. И не просто воссоздает, но и эволюционирует в духовном плане. К вам обращаются очень много людей. Очень много людей с разными, безусловно, проблемами, запросами. Как вы очищаетесь? Или как вы потом выходите из этого состояния? Ну, естественно, тут не надо ставить целей, во-первых. Это не должно быть, допустим, каким-то зарабатыванием денег. Или какой-то созданием своего имиджа. Или чего-то подобного. Ну, достижением каким-то не должно быть. Когда человек двигается к какой-то цели, это очень трудоемко. Это занимает очень много энергии. Во-вторых, надо видеть свои возможности. Человек не безграничен. И умение говорить «нет», «стоп», это всегда должно быть. Правильное решение. Да. Потому что если ты идешь на поводу людей, там много таких людей, которые просто хотят человека использовать. Если есть уважение к себе, то ты не должен этого допускать. Это про личные границы? Ну, возможно, так, да. Я знаю такой случай. Был сам свидетелем, когда одна девушка молодая принимала людей. И очередь выстраивалась на эти приемы. Она время от времени теряла сознание. У нее со здоровьем было не очень хорошо. И люди стояли и ждали, когда она придет в себя. Потому что им надо было от нее получить. И когда мы начинаем допускать это, что человек становится ждевенцем. Это тоже как-то не очень хорошо. Даже по отношению к тому человеку, который приходит к тебе. Он должен понимать, что это не просто тоже так. Человек не должен превращаться в какое-то мусорное ведро, куда приходит и сливает свою грязь и уходит просто-напросто. Я начал беречь свое тело. Я начал заниматься. Я всегда занимался. Мне нравится двигаться. Но вот именно я начал заниматься ради состояния. Не ради физической силы. Это совершенно разные подходы. По молодости, естественно, мы двигаемся, мы занимаемся ради физической силы, ради физической формы. А потом приходит время, когда ты начинаешь двигаться, заниматься ради состояния, внутреннего состояния. В нашей традиции очень много. На самом деле того, что связано с дыханием. Тот же Асохай, допустим, круговой наш танец. Когда человек повторяет за запевалой и двигается. И не только там 20 минут, а целых 4 часа, может. Некоторые старики там целыми сутками иногда водят хоробот Асохай. Естественно, это очень мощное, гимнастика. Это все было как-то вот создано, может быть, да, или дано свыше нашим предкам для того, чтобы они это использовали ради своего состояния. Не ради того, чтобы там комиссия сидела и оценивала, кто там хорошо поет, кто там долго продержался. Это совершенно другое. Тот же Таюк наш. Это очень мощная, тоже дыхательная тренировка, дыхательная гимнастика. Те же скороговорки в Чабархах. Опять же, это острота ума. Это такое сильное, такое мощное движение наших нейронов, когда мы говорим очень быстро, быстро, быстро. Вообще, умение говорить нашими предками очень мощно ценилось. Это тоже вот качество нашего сознания, качество нашего ума. Вот возвращаясь к началу, почему я так улыбнулась, потому как это тоже созвучно, и с предыдущими гостями мы тоже говорили на эту тему про объемы человека. Очень многие воспринимают информацию извне, ты можешь, достигай, все под силу, объемы человека небольшие. И другое тоже, как бы послание говорит, ставь цель, вместе с целью появится энергия, собственно, природа, возможно, дает, и ты это сможешь. Но практика показывает, не все проходят этот путь, потому как, да, мощи нет, объема нет, и не справляются, организм действительно не справляется. Это отсутствие работы с телом, или это эго управляет тобой? Это возможности тела, в первую очередь, а также возможности сознания, хотя сознание, оно заложено в том объеме, в котором должно быть. Сознание, оно одинаковое везде. А тело, естественно, где-то забито, где-то закрыто, и часто бывает, что у человека сосуды сужены, сосуды в голове, внутри головы. И человек очень мало дышит. Часто бывает так, что люди, которые очень структурированы, если с ними начать заниматься дыхательными упражнениями, они подышали два раза, у них все пошло в головокружение. Это неустойчивость. Это ограниченные возможности человека. Они напрямую связаны с возможностью человека. А возможно натренировать? Можно. Интересно тогда наблюдать, почему пандемия пришла именно в виде коронавируса. Почему именно дыхательные органы поразило? Ну, поразило этот вирус. Почему так было задумано природой? Потому что наши дыхательные органы, а дыхание же это связь с природой, с духом, воздухом. Она очень ослабла. Мы очень мало дышим. Очень мало в нас жизненной силы, которая есть в воздухе. Особенно здесь у нас очень много людей, которые за день вообще не выходят из помещения. Вышли там, дошли до машины, доехали до дома, дошли и все. Благо там собаки есть, которые выгуливают людей. Не у всех. Не человек собаку выгуливает, а собака человека выгуливает. Мы должны себя расширять. Расширять свои возможности, расширять свои сосуды. Именно дыханием. Дыханием, да. Чем больше в нас воздуха, кислорода, тем больше в нас жизни. Вообще, хочется узнать вас и как обычного человека. Кроме духовности, общения с людьми, помощи людям. Что вы вообще любите? Я люблю перемены. Как, наверное, кочевник, который любит перемены. Перемены мест, перемены обстоятельств, перемены, допустим, времен года. И ощущать в нем себя. Не просто наблюдать, как сторонний наблюдатель, а себя наблюдать. Иногда просто нравится ходить по городу, просто наблюдать за людьми, слушать себя, просто без всяких целей. Раньше было таких, такой возможности больше. Иногда хочется просто бродить по тайге. Тоже вот немножко подзабываешь, а потом приходит вкус. Когда каждый день это делаешь, вот я, допустим, купаюсь в прорубе и не делаю это каждый день. Проходит какое-то время, и ты снова идешь, идешь как будто первый раз. И тебе иногда становится страшно. И ты наблюдаешь себя в этом страхе. Сегодня, допустим, утром было как-то не по себе немножко. Я говорю, интересно, какое интересное состояние. Мне нравится состояние. Не сам процесс, а состояние в нем. Испытывать себя? Испытывать. Не то, чтобы испытывать, наказывать себя, да? А просто-напросто наблюдать за своими состояниями разными, за своими ощущениями. Иногда страх поднимается, иногда любопытство какое-то, иногда азарт приходит. Мы же разные. Мы же не можем быть каким-то образом, таким устойчивым. Который вот вообще обрел какой-то образ и ни шагу, ни влево, ни вправо, никуда не двигается. Ну, есть же социальные роли. У вас есть, кстати, социальные роли. Это же доказано. 12 архетипов, да? И люди, ну, вы же семью и другой. Не знаю. Мне как-то сын говорил, слышу, как он разговаривает со своими одноклассниками и рассказывает им. По утрам, говорю, когда отец поет или кричит, те сразу удивились. Как это? Он кричит дома? Он еще тогда маленький был. И его не понимал, что у других может быть по-другому. Он говорит, да, кричит, а что в этом такого? Человек разным может быть. Если есть страх, то, естественно, человек держится за серьезность. Когда ты серьезный, ты неподступен. И тебя и дразнить невозможно тогда. Вы очень много говорите о страхе. Распаковке страха, понятии страха, принятии страха. Управление, ощущение. Оно идет вот прямо такой нитью, да, через весь наш разговор. Почему? Потому что наше тело устарело. Мы не те люди, которые родились первыми. За нами вот тысячи и тысячи предков, у которых были не очень-то простые судьбы. Была бы это Америка, может быть, было бы по-другому. Но страх – это сила. Правильно трансформированная, правильно принятая. Энергия – страх. Она превращается в энергию силы. Хорошо. Какие цели вы перед собой ставите? – Сложно сказать. Очень сложно сказать. – Ну да, вы говорите, нужно проживать в моменте. Значит, без цели просто каждый день делать какие-то ритуалы, да, со своим телом? У меня даже не ритуалы, просто-напросто вот сама жизнь идет. Допустим, я сейчас сижу на встрече, да, вот, на съемке. Я же не планировал это, я же не стремился к этому. Это случилось. И мне интересно сейчас общаться, мне интересно испытывать себя в этом чувствовать себя здесь. Мне интересно взаимодействовать, мне интересно потом будет, как это будут воспринимать люди. Просто интересно. А о чем мечтаете? Вы мечтаете о чем-нибудь? Не задумывался. Жизнь же сама дает. Ну а в детстве мечтали бы? Наверное. Наверное, мечтал. Когда жизнь сама дает, это намного интереснее, чем человек задумывает. Это намного мощнее. Я бы поговорила с вами не только часто, но даже больше. Хотела бы сейчас, чтобы вы обратились к нашим зрителям, и чтобы вы пожелали им, тем, который смотрит вас, слушает вас, слушает ваши мудрые мысли, уроки, наблюдения. Ну я в первую очередь благодарен. Благодарен тем людям, которые понимают посыл, принимают это. Это очень важно. Это очень мощная, на самом деле, поддержка для того, чтобы как-то вот это передать людям. Я очень благодарен этому времени. Когда действительно вот 80-е, 90-е годы, когда человек занимался собой, он воспринимался обществом, как, ну может быть, тунеядист, как лентяй, который не думает об обществе, а думает только о себе. я благодарен этим переменам. И мы должны воспользоваться этим временем в полной мере. Нам дали возможность расти, смотреть не только во внешнее пространство, но и суметь взглянуть себе вовнутрь. Эта возможность сейчас есть у нас, у каждого. И воспользоваться этим, и жизнь на самом деле она очень скоротечно, очень быстро протекает. Я это говорю не от своего опыта, хотя могу и говорить от своего опыта. Я это в основном говорю от опыта 90-летних, 80-летних, у которых я первый вопрос, который задаю, звучит так. А как долго вы жили? Они говорят, никто не говорил, о, долго. 80 лет это очень долго, никто так не говорит. Как будто было вчера, Поэтому надо успевать жить, а не готовиться к жизни. Это самое важное. Кулан, спасибо большое за ваши мудрые мысли, и желаю чтобы ваши мысли были услышаны и чтобы каждый нашел тот путь, который принесет ему удовлетворение жизнью. Спасибо. Спасибо.